Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вашему вниманию программа «Актуально» и сегодня мы говорим о фотолетописи Украины. Более четверти века наш земляк Александр Клименко пишет фотолетопись нашей страны. На его фотографиях навечно замерли мгновения нашей истории. Черновол, Симоненко, Леонид Кадынюк гуляет с собакой, президенты, народные депутаты. И люди труда открытые, честные, настоящие. Наилучшие фотографии вышли отдельно в нескольких фотоальбомах. Посмотреть и по-хорошему позавидовать есть чему. Фотокорреспондент газеты «Голос Украины» Александр Клименко продолжает снимать историю современности. Среди прочего появились и фотографии с передовой в Донецкой и Луганской областях. Горячих точек, увы, меньше не становится. Как вы поняли, у нас в студии Александр Клименко, фоторепортер газеты «Голос Украины», заслуженный журналист Украины. Я приветствую вас, Александр. Рад видеть в этой студии. Наконец, так сказать, срослось. Ты пришел в студию. Давай говорить, где прежде всего был, учитывая, безусловно, военную ситуацию в стране. Откуда приехал, вот, скажем, несколько дней назад, буквально, где был? Значит, крайняя поездка была, это Луганская область, поселок «Металист». Как я писал в своем репортаже, линия фронта, хотя редактор говорит, ну как можно употреблять линия фронта у нас. Хотя, если линия фронта употребляется в больших войнах, мне кажется, что у нас это тоже линия фронта, потому что в условиях такой войны это так и выглядит. С одной стороны стоят террористы, с другой стороны стоят наши солдаты. Это возле Луганска, да? Это возле Луганска, поселок «Металист». Эту высоту, на которой стоят наши солдаты, взяли 17 июня, там погибло, нельзя говорить много, но немало людей. Один из них, это жуткий случай, то есть 8 десантников сгорело в БТРе, которые подбили из русского гранатомета, очень современного, которого нет в Украине пока что. Ну, конечно, мы были в этот день, шел дождь, два дня шел дождь. Это такое впечатление, знаете, нехорошее войны, тяжелое. И я вспоминаю наших солдат, их героизм, какой-то, можно так сказать, привычность, уже привычность к войне, потому что они ни на что не жалуются, хотя, естественно, это... Приказ есть приказ, да. Приказ есть приказ, они стоят в поле, у них вооружение, у них еда, там, они готовят себе и так дальше. У них, их обстреливают. Ну вот, но самое такое, тяжелое для меня возможно, что я ездил много по войнам, я искал какие-то эмоции, страсти человеческие в других странах, начиная с Приднестровья 1992 года, это была первая поездка на войну, потом ездил в Сараево в 1994 году, в феврале, ну и дальше много было в Югославии, в других странах Югославии мы, может быть, кому-то это непривычно звучит, там, такие названия стран, как Сербская Краина, Республика Сербска, Босния-Герцеговина, Хорватия, Черногория, ну, хотя когда-то это было все одной Югославией. Ну, знаете, может быть, не стоит проводить такие параллели, но не хочется, чтобы в Украине тоже возникли какие-то... Наверное, тогда никогда не думал, что такое возможно в Украине. Естественно, я тогда никогда не думал, что это возможно в Украине, что это может случиться, и что, ну, я буду переживать, и вся страна будет переживать это, и то, что казалось тогда, ну, каким-то там вообще непонятным, непривычным, абсурдным, сюрреалистичным, мы уже привыкли в Украине к этому, к понятиям, там, линия фронта, например, погибшие, груз 200, груз 300, обстрел градами, это очень грустно. О том, что погибают, в общем-то, молодые люди, цвет нации, я так считаю. Конечно. Первое, что я помню из этой войны, 2 мая погибли, сбили два вертолета, Ми-24. Это были пять человек, один из них спасся. Вот из пяти три летчика были мои знакомые, можно сказать, друзья, я с ними встречался много и тут, в Украине, встречался с ними в Конго, в Либерии. Так это было, конечно, мне. Жутко. Жутко, естественно. Но, конечно, люди воюют. Как это не грустно, как вообще это сейчас, я говорю, воевать в Украине, в нашей стране, которая цветущая, красивая. Саша, вот, кстати, нам показывают твои фотографии. Да. Ты, пожалуйста, комментируй. А я попрошу не спешить, чтобы зрители могли рассмотреть. А ты успел рассказать. Это была одна из первых поездок моя в зону проведения террористической операции. Это как раз летчики 16-й бригады армейской авиации из города Броды, Львовской области. Ну, кстати, надо сказать, что погибло уже 8 человек, 8 вертолетчиков. И все именно из этой бригады, что для города, в котором, в общем-то, это заметное такое место, бригада, это очень большая трагедия, все собираются на похороны, конечно. Ну, естественно, летчики летают, как это ни тяжело. Хотя, есть много современных средств защиты. Но пока что наша страна не тратит деньги на то, чтобы защитить вертолеты. Хотя все в мире это решено, вертолетчики воевали много, ну, не наши, а американские, в Ираке, в Афганистане. И потерь было гораздо меньше, то есть защита очень эффективная. Я вот хочу сказать, и особенно для телезрителей напомнить, что вот ты говорил о материале. Это материал в газете «Голос Украины» от 12 июля сего года, безусловно. Называется «Заметки с передовой 100 метров до неизвестности». До неизвестности. Да, вот это последний материал с прекрасными снимками, которые можно прочесть в интернете или, так сказать, физически в газете. Это вот то, о чем мы говорили в начале, да, я так понимаю, это то, что металлиста касается. Да, это касается металлиста. Ну, насколько это возможно, этот материал стоит в самом конце. Да, по фотографиям я понял. Мы сейчас посмотрим другие фотографии. Да, пожалуйста, да, какие. Это что? Это, значит, 95-я бригада, значит, есть 95-я аэромобильная бригада. Это десантники, они базируются в Житомире. Эта бригада одна из самых боеспособных в украинской армии. Есть еще 80-я аэромобильная бригада во Львове, тоже очень такая. Есть 25-я бригада в Днепропетровске. То есть десант, они много воюют, они на передовой. Вот, ну, мы могли бы посмотреть фотографии сейчас. Если не получается показать, или в чем-то, наверное, заминка. Кроме, вот мы говорили о металлисте, о Луганской области, где ты был вот сначала, скажем так, этих боевых действий? Сначала, да, я думаю, что можно в хронологическом порядке кратко все описать. Ну, первая поездка на украинскую войну, вернее, не на украинскую, это плохо сказано. Ну, на войну, которую против нас ведет Россия. Что мы будем скрывать? Об этом все знают, об этом знает весь мир. Они поставляют оружие самое современное, там воюют спецназовцы российские. Об этом мне много рассказывали десантники, они их знают, видели и так дальше. Ну, сначала, да, я был на... я полетел в один город, потом мы из этого города полетели вертолетом в другое место. С этого места мы слетали на гору Карачун, это очень легендарная гора, она уже освобождена, уже славянско освобождена. Но тогда, когда это было, это было в начале июня, вертолет летел очень быстро и очень низко. Для вертолетов, если они летят низко, их не может сбить ПЗРК, потому что не успевают они навестись и так дальше. Да, 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 понятно. Ну, также в вертолете еще два стрелка, один в хвосте, другой там в салоне, они тоже следят за землей. Мы прилетели на Карачун, это был груз для десантников 95-й бригады. Моментально выгрузились, самолет, вертолет, вернее, не глушил двигатели, все работало. Просто быстро выкинули из кабины весь груз и взлетели. И так же быстро вернулись, это он летит, в общем, это такой полет очень красивый может быть, с одной стороны, а с другой стороны опасный, потому что он делает крен, он виляет, он петляет, он летит низко. Там показывали мне один вертолет, ну, как мне рассказывал один летчик, что все колеса забиты травой, потому что они летят, насколько это возможно, низко, хотя по регламенту в Африке, допустим, ниже 30 метров нельзя. Да, ну, а здесь уже, как, все зависит от твоего мастерства. Ну, потом мы побыли на этой площадке, и потом мы вертолет, еще двумя Ми-8 мы, еще закинули груз, еще в одно из мест, где стояли тоже наши десантники, и улетели в другой город. И, ну, этот полет был вечером, очень красиво заходило солнце, это было, ну, конечно, в общем, какое-то тревожное такое состояние, красивый закат, зеленые поля. И режим, да, то, что можно было поснимать, да, параллельно. И ощущение, ощущение того, что это ты не просто, я просто много летал раньше вертолетов, ну, с ними летал, с вертолетчиками, много моих друзей летал, вот именно это так. Я летал, там, они ликвидировали последствия паводка в Карпатах. Ну, это была какая-то, да, это работа, но ты не ощущал опасности, потому что вот этот полет, вертолет все время отстреливает тепловые ловушки, то есть он все время летит низко, он петляет. Именно петляет для того, чтобы избежать... Ну, да, ну, я, вероятно, я говорю непрофессионально, то есть на профессиональном языке летчиков это звучит по-другому, но, в общем, он не летит ровно и красиво, он делает виражи, он делает крены, он делает так низком. Потом, ну, я могу продолжить, потом мы поехали в этот же день, на следующий день поехали в очень далекое место, это было... там стояли, там стоял блокпост 51-й бригады, известной Волынской, которой накануне были расстреляны несколько людей. Это такая грустная история, началась паника, что они не готовы, они там дезертировать хотят. Но мы поехали в другое место, там стояли настоящие бойцы, они рассказали, что все, кто хотел, они ушли домой. Ну, не домой, они ушли на полигон, их не стали держать, да, их не стали держать, они остались в армии, но ушли в другое место. А те, кто остались на этом блокпосту, это настоящие воины, настоящие бойцы. Ну, еще есть такая проблема для фоторепортера, то есть многие не хотят показывать лица, потому что есть масса причин, может быть, их будут искать. Эти бойцы, которые были, они сказали, да, снимай нас, мы не боимся ничего, мы на своей земле, мы тут осознанно стоим и мы будем стоять до конца. Вот нам режиссер показывает, что это, вот комментируй, поскольку. Это мы ехали в 95-ю бригаду конвоя, ну вот это 95-я бригада, им привезли посылки, кстати, очень там все налажено, это связь, да, то есть люди получают из дому еду там, что кому-то, ну вот так, быт это в лесу. Быть-будни, естественно, это не совсем хорошо, но они не жалеются, это десантники, у них девиз десантника, никто, никто кроме нас, это артиллеристы, то есть они, ну вот так, у них есть сухие пайки, все питание, но когда есть свободное время, они, когда время позволяет, они готовят себе еду, им хочется горячего, им хочется чего-то домашнего. Да, а вот скажи, пожалуйста, что говорят, потому что я думаю, что были разговоры вот о войне, об отношении к представителям ДНР, об отношении к наемникам с Россией, то есть вот о чем говорят наши солдаты, я могу высказать, ну, еще может быть что-то, понятно, говорят о доме, о маме, о родителях, о любимых, но я имею в виду вот именно касаемо военных действий. Я могу сказать, это моя субъективная точка зрения и то, что я слышал у людей. Все понимают, как это не грустно, что это воюет Россия. Я это еще раз повторяю. ДНР, ЛНР, наемники, все солдаты понимают, все офицеры понимают. Они показывают много оружия, которое они отобрали или нашли. Это современные образцы российского оружия, которое только поступило у них на вооружение. Оно даже не продано ни в какие другие страны. Еще офицеры говорят о том, что не секрет, что офицеры российской армии более высокооплачивают, чем российские. Чем наши. Чем наши, да. Один из командиров рассказывал, что вот раньше мы там иногда бываем, собираемся, до войны, так скажем, офицеры. И думаем, вот как в России хорошо, как там ценят армию. Ну, в какой-то степени завидовали, но теперь это совершенно в корне все изменилось. То есть им, они думают совсем по-другому. Никто не думает о том, что там выше зарплата. Они думают, я не знаю, они понимают, что это оккупанты, что это война. Ну, еще, ну, говорят об этом, это известная история, что если раньше, возможно, ну, Украина, да, я служу, да, это моя страна, то эта война превратила в патриотов всех. И, естественно, ну, еще говорят о том, что это такое, нельзя это сказать. Ну, в общем-то, эта война очень отвратительна и глупа и гнусна, подлая, потому что ее последствия, независимо от того, как это закончится все, то есть, ну, вот Россия уже нам не братья, к сожалению, я хочу сказать. Это да, на долгие годы, на десятки лет. Я могу сказать, из личного опыта, у меня живет сестра в Москве двоюродная, она уехала очень давно, она работала на заводе ЗИЛ в горячем цеху, это вредное производство для того, чтобы заработать квартиру. Она родилась в селе в Черниговской области, где я родился, всю жизнь прожила, ну, сознательную до, там, скажем, до 25 лет. Вот, но теперь она звонит моей другой сестре, разговоры, я даже их повторить не могу, она говорит, что вы бандеровцы. Галит, какие бандеровцы, вот ты же моя сестра, ты же тут жила. Ну, это говорит о том, что, насколько это пропаганда, насколько промывка мозгов в телевизоре в российском. Что мы еще можем показать? Мы еще можем, кстати, показать. Какой там блок следующий, я попрошу показать. А ты, пожалуйста, комментируй, что это, где это было. Про десант мы можем показать, про конвой. Ага, это вот, это артиллерия, это десантники. Это под каким городом или где это именно? Это в районе Славянска за, ну, скажем, это было в середине, в конце июня. В конце июня это было, вот стреляет Д-30. Это очень красиво, хотя... Ну, очень страшно. Война, да. Война в самой сути иногда бывает красиво, но если с другой стороны посмотреть. Ну, вот это после стрельб. Артиллеристы, конечно, там гарь, пыль. Ну, и вот человек, он со следами. Выглядит так, как выглядит. Да, да, да. Ну, еще, значит, в это время, вот то, что сейчас показывали, штурмовая бригада 95-й бригады заняла там место. Рядом стояла 25-я бригада. Велся обстрел, боевики вели обстрел из миномета в 25-ю бригаду, а 95-я бригада помогала им отбить это нападение. Ну, вот такая ситуация была. Ну, еще, вы знаете, много людей гибнут в конвоях. Конвой, ну, это было... В общем, стоит там, где-то стоит там какое-то подразделение. Ему надо подвезти боеприпасы. Может быть, ему надо подвезти еду. Ежедневная работа. И это ежедневная работа. То есть, БТР, там, грузовые машины в сопровождении БТРов едут через какие-то определенные места, где могут быть засады, и ведут эти конвои. Вот еще показывают нам фотографии. Да, это конвой, кстати. Это конвой, сидит снайпер наверху, и он смотрит, все следит, да. Ну, еще там было перед этим, там была иконка в БТРе. Это такая деталь. Да, деталь, которая... Этот человек, он доброволец. Он, так я с ним познакомился хорошо. Да, я буду защищать мою страну. Ну, вот такой... Это так идет конвой, да. Идет это долго иногда. Это мы проезжаем там обстрелянные места. Долго и в какой-то степени ты все время... Ну, я гражданский, конечно, тип. Ну, я это почувствовал. Ты... Может быть, ты ожидающий. Ты все время находишься в ожидании. С одной стороны. С другой стороны, как говорят, мужество это... То есть страшно. Ну, мужество это перебороть свой страх. Ну, если убьют, то не больше. Ну, это такая черная шутка. Саша, у меня вопрос, если, конечно, ты, опять же, владеешь информацией, если слышал, если были разговоры, потому что, допустим, так сложилось, что у меня тоже родственники в Донецкой области, в частности, в Краматорске. И, безусловно, местные жители говорят о том, что вот наши стреляют. И вот там есть, к сожалению, эти фотографии есть в интернете, в социальных сетях, где балконы разбиты в домах жилых там или обвалены вот от этого, от залпов этих, от ударной волны. Школа разбита, а, к сожалению, где-то вот снаряд попал и часть там где-то что-то вот разрушилась и так далее и тому подобное. Что, вот были ли на эту тему разговоры, что говорят солдаты, то есть были такие команды, возможно, действительно, выбивая боевиков, выбивая террористов, то есть приходилось стрелять и как-то вот, скажем, каким-то боком снаряды попадали. Или это, скажем так, дело рук противоположной стороны, а просто вот местные жители, ну, как бы не разбираясь, снаряд есть снаряд, а кто стрелял, как говорится, дело такое. На эту тему велись разговоры? На эту тему я знаю четкие, четкие команды, четкие разговоры, то есть и об этом я вчера слушал интервью бывшего министра обороны Михаила Коваля, который очень, я считаю, очень хороший военный. Он рассказывал детально об этом, и там, где я был, тоже об этом говорили, что главная команда, главный фактор, главное, не знаю, что ни в коем случае не обстреливать мирные районы, ни в коем случае не... Безопасность мирных жителей, прежде всего. Безопасность, во-первых, если бы, если бы мы, если бы мы, не знаю, наше руководство политики, если бы просто поставили целью быстро закончить эту войну. То есть в украинской армии, как ее не уничтожали, достаточно сил и средств просто, кай бог, простыть, стереть с лица земли и все такое прочее. Но, естественно, поэтому я этих случаев не знаю, говорю вам это честно. Ну, я был еще, видел, как стреляет артиллерия, это все очень аккуратно, там корректировщики сидят, ни в коем случае никуда это не должно попасть. С другой стороны, вы знаете, что, ну, это же пуля дура, да? Вот, но, ну, я еще позволю себе повторить, Коваля, его спрашивали очень сильно, допытывали журналисты, почему вы отпускали боевиков из Славянска, почему они ушли? Да, это, кстати, вопрос. И он рассказывал, что был заминирован аммиачные какие-то там резервуары, о том, что там, где они шли, были люди. То есть мы, он сказал, что мы могли бы это сделать, но если, допустим, попадет снаряд в аммиачные резервуары, это техногенная катастрофа, ну и так дальше, и так дальше. Ну, еще бы я сказал, вы знаете, может, это так из области эмоций, как мы, как мы не воюем, все равно, что это, мне кажется, в украинской ментальности, это украинская ментальность не агрессивная. Ну, может быть, это где-то так подспудно, на уровне подсознания, ну, украинец, в общем-то, да, будет стрелять, но он не настолько жесток, может быть, неправильно высказался, ну, где-то так. Такие у меня эмоции, впечатления. Стреляет, но думает о мире. Вот очередные, очередные фотографии. Да, это гора Карачун. А, это как раз Карачун. Да, и каждое утро в 4 часа утра их обстреливали из минометов, именно из города Славянска. Ну, вот, это было утром, это миномет Нона, 30-ти миллиметров, вернее, да, 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 показано. Там, кстати, это Славянска с горы Карачун. Да, 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 общий. Ну, вот так это сидят они там. Сидели, сейчас уже освобождено, да. Ну, в конце концов, не знаю, мне кажется, что... А вот, если, ну, какую-то параллель все-таки проводить, ты вначале вот говорил, сравнивать, например, с той же Сербией, Босния, Герцеговина, другие горячие точки, или там на африканском континенте. Вот, как бы понятно, что много общего. Война есть война, смерть, выстрелы. Но что вот, в чем разница? Что вот тебе вот первая такая мысль в голову? Мысль. Может быть, или мысли несколько вот приходит, пришло? Ну, когда я бывал там в Югославии и видел там страшные разрушения, ну, у нас, слава богу, таких еще нет. Там было, например, в городе Мостер, там улица церковная, она полностью расстреляна. Это с чем ее сравнить? То есть все, каждый, длинная улица, старинные дома, и все дома, они как решето, они все посечены пулями. С пулями, да, такой обстрел, все разбито. И тогда, когда я был в Югославии, мне оказалось, до сих пор я так думаю, то есть война это глупость народов, не народов, глупость политиков. Политиков, да, руководителей. Глупость амбиции политиков, да. И, может быть, я не знаю, как, я не могу осмыслить сейчас пока что у нас, пока что у меня только, мне кажется, это агрессия, такая безумная агрессия соседнего государства. И это главная причина. И, в общем-то, нездоровые амбиции лидера соседнего государства. Давайте мы... Еще какую параллели... Ну, в общем, это страшно ощущать, это видеть в своей стране, видеть беженца, видеть людей, видеть разрушения, видеть погибших солдат. Вот сколько я был там... А вот это уже... О, это, кстати, Луганск. Это вот последняя поездка. Возле поселка Металлист. Да, это крайняя поездка. Крайняя поездка, я подчеркиваю. Да, да, да. Да. Это вот тоже будни, да, Котевок. Это будни. Ну, вот видно поселок Металлист. Вот обзор поселок, да. Вот эта линия фронта называется. Там стоит два БТРа. Это уже чужие. Идут дожди. Ну, и... Грязь, да. Да, БМП стоит. Она окопана, стоит в окопе. Я спросила, не замокнет ли она. Она говорит, да нет, она же плавает. Ей это ни к чему. Не к дозит, да. Ну, и такие диссонансы, знаете, как пшеница, цветы и оружие, танки. Это стреляет зенитная установка в ответ на обстрел. Ну, вот такие, знаете, что-то такое вот иконы. Может быть, она хранит их. Я думаю, что хранит. Ну, так они живут. Ну, и вот такой, это просто диссонанс. Это пшеница, хлеб. И это сидит военный, он корректирует огонь миномета. Это во время обстрела. Значит, мы были возле... Стреляла артиллерия. И тут раздается команда «Воздух». Мои личные впечатления, когда ты не готов к этому, кажется, я думаю, какой же воздух. Тут же самолеты не летают. Ну, воздух – это обстрел. Да, да, да. По команде «Воздух» надо быстро бежать в блиндаж. Мы побежали в блиндаж. И по рации разговаривает корректировщик Алексей, ему приходит на рацию сообщение. Есть потери. Понятно, что это погибшие. Хотя хочется думать, что это не погибшие, что это ошибка, что это может быть раненые. Ну, и когда мы вышли, то есть метрах в ста от нас, минометом был обстрелян лагерь 30-й бригады. И погиб начальник медслужбы, молодой капитан, 29 лет, и десантник, 37 лет. Ну, потом мы ехали в машине скорой помощи. Вот мы ехали вместе с ними, приехали в военно-полевой госпиталь. Там было еще 10 раненых. Ну, и потом их эвакуировали в другой город с военно-полевого госпиталя. Ну, я помню такую картинку. Там, знаете, еще есть такая проблема у фотографа. Это снимать, не снимать. Тебя не разрешают снимать. Не надо снимать это. Все люди, у них горе. Ну, если ты это не снимешь, это никто не увидит. Никто не увидит этого горя. Ну, мне запретили снимать, но картинка такая очень мне запечатлелась в памяти. Это полутемный вертолет. Все места заняты. На полу лежит еще тяжело раненый. Ступить негде. Еще лежат два двухсотых. То есть два погибших этих человека. В хвосте сидит, опять же, стрелок с пулеметом. Плачет офицер. Он плачет как-то беззвучно. Ну, а на улице дождь, такая слякоть, все мокро. Такая вот грустная картина. Безрадостная картина. Да. Ну, тем не менее. Куда дальше, Саша? Я знаю, что ты на месте не сидишь, не любишь ты это дело. Куда собрался дальше? Моя семья очень переживает по этому поводу. Очень-очень. И дочка, и сын, и жена, и мама. Один раз я маме не сказал, что я поехал. Она очень обиделась. Ну, а, конечно, потом я сказал. Она сказала, ты говори мне, но я буду знать. Лучше я буду знать. Ну, не знаю. Как жизнь покажет, так нельзя загадывать. Нельзя загадывать. Моя крайняя поездка еще не состоялась. Я благодарю тебя за участие в программе. Тебе, безусловно, только творческих успехов, прекрасных снимков. Уважаемые телезрители, вам напомню, что у нас в студии был заслуженный журналист Украины, фоторепортер газеты «Голос Украины» Александр Клименко. Вам большое спасибо за внимание. Всего доброго. До следующих встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!